Модернизация Модернизация это борьба с традиционным обществом. Модернизация происходит следующим способом. Выявляется прогрессивный уклад, новый. Заводы новой генерации, какие-нибудь, я не знаю, нанотехнологии, не важно. После чего уклады регрессивные эксплуатируются в пользу укладов прогрессивных. Обычно в классической модернизации регрессивным укладом или традиционным укладом является крестьянский. Начинается раскрестьянивание. Все говорили, как свирепо Сталин раскрестьянивал СССР, и это правда. Коллективизация и все прочее. Но никто не говорит о том, что раскрестьянивание в Англии стоило больше жизни, чем раскрестьянивание в СССР. Хотя и затянулось на более длинный срок. Никто не говорит, во что обернулась война с традиционным укладом в Германии, где был уничтожен треть населения в ходе этих войн и так далее. Это и есть его величество Модерн. Он разрушает противника. Буржуазия разрушает феодализм, и сельское хозяйство, опорой которого является феодализм, и создает нечто новое. Если враг не сдается, его уничтожают. Легко издеваться над этим мозгом. А что делать, если враг не сдается? Сдаваться самим. Восходящая буржуазия ломала феодализм, ломала традиционное общество, ломала все остальное и создавала общество Модерн. Неожиданно я прочитал с примерно полгода или месяца 8 назад выступление весьма очень милого человека по фамилии Юргенс, который вдруг говорит, что модернизация без свободы не бывает. Как не бывает, говорю я. Как не бывает. Есть статистика 140 стран мира, и нигде свободы, с точки зрения, ну, свободы это что такое, политическая демократия, нигде ее не было, кроме в момент, когда осуществлялась модернизация. Где она была? Можно ли назвать торжеством свободы, так сказать, модернизацию в США, когда происходило на фоне гражданской войны? Когда враг модернизации под названием Юг, Утифунди, Юга, хлопковое хозяйство, разрушались генералом Грантом с помощью массового расстрела населения из пушек. Мирная модернизация, ее почти никогда не бывает. Очень редкие примеры, это скорее аномалии, связанные с тем, у какого из государств был какой-то внешний спонсор. Или, так сказать, не было сил сопротивления серьезных. Теперь возникает вопрос, почему же это Россия, возможно, модернизация при наличии свободы? Но в любом случае вы не имеете права говорить, что, как известно, модернизации без свободы не бывает. Из кризиса триумфально выходит Китай, у него как, есть политическая свобода, там одна партия, и, так сказать, это противоречит главному принципу этой политической свободы. Как бы, значит, она бывает без свободы? Может быть, вы ее не хотите? Может быть, это очень хорошо, получить модернизацию с помощью свободы. Но только объясните мне, пожалуйста, почему никто ее не получил, а тот получает. Но Россия совершит чудо. Все совершали модернизацию без свободы, а мы совершим со свободой. Чудо – это замечательно. За счет чего? Если вы однажды скажете, что есть пропасть 20 метров, и я ее перепрыгнул, скажете, поинтересуйся, какой мировой рекорд прыжков в длину, ты его хочешь преодолеть, сделать чудо. За счет чего? Значит, теперь смотрите, что получается, что меня беспокоит больше всего. Все поле, все поле основной политической жизни в России занято модернизацией. Президент Медведев, глава государства, сделал это необратимо главным своим лозунгом. Он уже не сможет выйти из модернизационного коридора. Он сделал себя заложником этой концепции. И это само по себе хорошо, если ее реализовать. А теперь представьте себе, что она проваливается, дискредитируется. Как когда-то провалилась и дискредитировалась концепция демократии. Что тогда происходит? Что за рамками процесса? А за рамками процесса разного рода контрмодернисты. Вот в дискуссии со мной академик Шафаревич говорит, что народ русский возникнет снова тогда, когда катастрофа выгонит русских из городов, и они вернутся на землю. Вы хотите вернуться на землю? Вы хотите пахать с помощью деревянной или другой сахи? А главное, если вы все начнете пахать с помощью деревянной сахи, то ясно же, что вы будете рабами тех стран, которые сохранят индустриальную компоненту. И фактически огромное количество сил, которые называют себя оппозиционными, последовательно становится на контрмодернистские позиции. Далее. Поскольку контрмодернизм предполагает, что мы оперируем не понятием нации, а каким-то другим понятием, нация – это светская общность языка, культуры, истории. Наши исторические герои, наши святыни, идентичность строится через это, это священные камни, но никак не племени. В нации запрещено разбирать гауты, франк, кто ты там. Все эти люди требуют, чтобы демонтировалась нация, как таковая. Она еще еле-еле формируется в России. Россия так долго жила в имперской формуле, что для меня не есть плохо, где народы могли сосуществовать на уровне, не формируя в итоге, единой политической нации. Происходят задержки, вот эти регрессивные задержки с формированием нации. Что начинает заменять нацию? Племя. У Кургиняна комплекс нерусскости. В каком смысле нерусскости? В каком смысле? Я говорю на русском языке хуже Шафаревича. Я не родился в Москве. Мои родители являются интеллигентами, которые всегда жили в России, формировали ее культуру, ее науку. Мои родичи не служили царю на протяжении тысячелетий. Что ты имеешь в виду? Окончание фамилии. Но тогда есть другие окончания фамилии. Шафаревич Бондаренко. Как только мы начнем это все разбирать, диссоциация нации незрелой превратится в племенную рознь. На одном из съездов народных депутатов СССР еще я слышал, как депутат натурально читал стихи Ярослава Семилякова. Не упрекай сибиряка, что держит он в кармане нож, ведь он на русского похож, как барс, похож на бурсука. Значит, уже сибиряки отдельный народ. Про казаки уже говорят про себя, что они не русские. На какой ужас мы обрекаем русских, самих себя, всю эту территорию? На какой геноцид? Что все соседи будут смотреть, когда тут все эти племена начнут разбираться до остатка? И наконец мы должны сказать, этот контрмодерн, какого имеет родоначальника? Этим родоначальником является план ОСТ. Немецкий план ОСТ, по которому в каждой деревне должен быть отдельный культ, по которому главный враг это русская городская интеллигенция, которую надо уничтожить. По которому население надо закрестьянить, по которому русские не должны, так сказать, не знать ничего, кроме, так сказать, азбуки и таблицы умножения. А можно и этого не знать. Это что такое? Все план ОСТ. Значит, у нас по границе властной модернизационной всеобъемлющей формулы начинают располагаться тараканы с фирменным знаком план ОСТ. Если властная модернизационная формула схлопывается, то эти тараканы немедленно захватывают все политическое поле. И конец русскому государству, конец русской нации. То, что я разбираю, как эту самую трагедию постмодерна, контрмодерна и всего прочего. Кризис и другие. Что значит другие? Другие это есть. Модерн, контрмодерн, сверхмодерн, постмодерн. По закону постмодерна мы никогда жить не будем. Значит, вопрос заключается в том, что такое этот сверхмодерн. Сверхмодерн – это сложнейшее понятие. Оно существовало у коммунистов и было связано с прелиткультом, с представлением о богостроительстве, о том, что человек сам может стать богом, что наука может стать культурообразующей функцией. При этом наука, естественно, должна быть преобразована. Это не наука, для которой существует второй закон термодинамики, и мир гибнет. Это наука, которая призвана спасать мир. Это не наука, в которой разделено все на дисциплины. Это наука, которая способна к некой интегративности. Это не наука, поклоняющаяся только истине. Какой бы это истина ни была, это наука, в которой противоположность между истиной, добром и красотой снимается. Это совершенно другое состояние общества. У русских есть огромный, и у всех народов СССР, есть огромный потенциал этих наработок. Они просто еще не осознают, что вполне можно выдвинуть лозунг вперед в прошлое. Это прошлое содержит в себе гигантское количество подобных наработок. Но эти наработки есть и у человечества. Во французской революции они существовали, когда возникала вдруг богиня разума, или там Робеспьер выдвигал культ великого существа. Это в целом некая тенденция в пределах человечества. Она, конечно, периферийна. Она, конечно, существует в стороне от мейнстрима. Но если мейнстрим рушится, то остаемся мы, те, кто этот сверхмодерн, тем не менее, разрабатывают и в него верят, и те, кто говорят о контрмодерне и постмодерне, то есть люди, которые сворачивают историю. Тут, конечно, главный вопрос об истории. И по этому вопросу компромисса быть не может. История есть величайшая ценность. Это лестница восхождения человечества. Ее понятие исторического духа объединяет нас с религиозными людьми, которые существуют в формуле модерна. Если для религиозного человека есть история, то этот человек наш союзник. Если для него история – это пакость, то это нечто совсем другое. Одно дело, когда говорится, что нынешняя вселенная – это большой взрыв. Это сотворение Богом мира и человечества. А другое дело, когда говорится, что это момент изгнания Адама из рая. Если вся вселенная – это момент изгнания Адама из рая, то она вся повреждена, она вся в грехе. Ее можно только ликвидировать, о чем и говорят гностики. Если же мы верим в то, что нечто, что нам дано, содержит в себе правду и красоту, сотри случайные черты, ты увидишь мир прекрасен. Если мы верим в то, что мы предназначены для боя, и вечный бой покой нам только снится, то мы движемся путем модерна. И история будет продолжена, она приобретет новое качество, она будет опираться на новый гуманизм, на нового человека. Но это будет человек, и это будет гуманизм. И тут и есть главная развилка. И в этом огне брода нет. И первым испытанием этого огня была Великая Отечественная война, в которой мы сражались с фашистами. Фашисты стояли под гнастическим знамением. Тогда мы победили. В 1991 году нам показали, что такое фашистский реванш на нашей территории. Ну что ж, посмотрим, что будет дальше. Я всегда в этой связи вспоминал фразы, не очень любимого мною поэта Гумилева. Но ночь пройдет, и тогда узнаем, кто будет властителем этих мест. Ночь еще не прошла, посмотрим. Но это вопрос о судьбе мира, о судьбе человечества. И, как всегда, он находится в русских руках. Мяч на нашей территории, и нам на этот вопрос надо отвечать.